Привет, меня зовут Саня, сейчас я покажу, как собрать букет из мыльных цветов, с тебя лайк и подписка, и поехали! Да начнется магия! Работать мы будем с формой тюльпан Барселона от Клуба Маловаров. И это моноформа на три бутона, и самое крутое в ней то, что все тюльпаны получаются разными, а значит наш букет будет выглядеть интересно, динамично, даже если мы будем использовать только одну формочку. Новички, возьмите это на вооружение, Сашка Луни рекомендует. Итак, для цветов я уже расплавила белую мыльную основу, окрашивать я ее буду французскими пигментами красного и желтого цвета. Все материалы видео из магазина Клуб Маловаров, бегите туда! Пигменты очень пигментированы, поэтому нам хватит 2-3 капельки, добавляем, перемешкиваем, дальше вводим одушку. У меня это цветочный аромат. Форму сбрызгиваем спиртом, скрепляем резиночками и заливаем сперва розовый цвет, примерно до середины формы. Простукиваем палочкой, чтобы все пузырьки вышли и сразу же заливаем желтый цвет. Основа должна быть горячей, только тогда переход цвета будет плавным. И чем выше вы поднимете стаканчик, тем сильнее желтый цвет пробьется и будет виден в центре нашего цветочка. Обязательно простукиваем форму пальчиками, чтобы помочь пузырькам выйти. Сбрызгиваем спиртом и оставляем мыло застывать, примерно минут на 25-30, да, но это зависит, конечно же, от основы. После полного застывания аккуратно извлекаем мыло из формы и сразу же зачищаем швы зубочисткой. Ну, я люблю делать это сразу же. Смотрите, какой красивый и плавный переход цвета получился. И сами цветочки очень симпатичные. Нам таких нужно много, очень много. Я таким образом залила примерно 100-500 тысяч раз. Ну ладно, на самом деле чуть поменьше. Пришло время собрать букет. Для букета нам понадобится тюльпаны Барселона, искусственная зелень. У меня это лист розы и, кажется, это лаванда. Шпажки, инструменты какие найдете, корзинка. Внутри моей спрятан оазис. На шпажку насаживаем лист розы, затем мыльный бутон. И подрезаем шпажку до нужного размера. Цветы мы будем размещать по кругу корзинки. Это такой самый простой способ размещения цветов в корзинке. Чередовать нужно разные бутоны, разные размеры бутонов. Обязательно вытаскивайте зелень так, чтобы она прикрывала низ корзинки. Иначе будет видно шпажки, а это просто катастрофа. Это самая главная ошибка новичка. Виднеющиеся шпажки. Их нужно декорировать, их нужно прятать. Никто никогда не должен узнать, как прикреплены цветы в букете. Поэтому шпажки декорируем. А сами тюльпанчики старайтесь размещать так, чтобы они были под легким наклоном. И не смотрели четко вбок, как я не знаю что. Они должны слегка смотреть вверх. Потому что живые цветы всегда смотрят вверх. И не старайтесь сделать идеально четкую линию цветов. Это убивает реалистичность. И в жизни так не бывает. Второй ряд мы делаем точно так же. Расставляя цветы по кругу, но чуть-чуть повыше. Создавая такую объемную шапочку. Бутоны также вставляем под наклоном. Чтобы они не смотрели резко вбок или резко вверх. Вообще старайтесь не ставить цветы в такие прямые четкие позиции. Любые цветы за каким-то уж редким исключением должны быть чуть-чуть наклонены. Без фанатизма конечно же, но это придает букету живости. Стебли ведь не всегда могут выдержать бутоны. Хотя некоторые конечно очень даже могут. И в общем-то, так о чем это я? Тюльпаны ставим под небольшим наклоном. И пальчиками сразу же поправляем зелень. Потому что потом это сделать будет сложнее. Потому что этот вариант зелени достаточно твердый. Хотя и достаточно универсальный. Я его очень люблю, но немножечко страдаю. Но любовь зла знаете ли. Таким образом мы заполняем всю корзинку до конца. И на этом в общем-то можно остановиться. Но я не хочу. Поэтому я распотрошила лаванду. Насадила ее на шпажки. И хаотично расставила по букету. Добавив еще немного акцентных пятен. Внимательно просмотрите букет. В нем не должно остаться пустот. И не должно быть видно шпажек. Золотое правило создания букетов. Не должно быть видно шпажек. Еще один секретный секрет при сборке букета. Это сизаль. И я прохожусь по низу букета, чтобы что? Чтобы, конечно же, закрыть шпажки. Закрыть дыры, если они есть. И на этом моменте можно остановиться. Просмотреть букет еще раз. Написать в комментариях, какой красивый букет получился. И раз уж ты досмотрел до этого момента, то тут точно нужно подписаться. Ведь дальше больше. А с вами была я, Саня, со странным ником Луни. До встречи в новом видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok